Субтитры делал DimaTorzok Сейчас 1-0 Но формат проведения Best of 5 Вероятность камбэка весьма и весьма хорошая Смотрим за пистолеткой Моди делает опенфраг Пимп срезает в Аркаде Просто на халяву Оскара, который поднимался на ступеньки Бомба параллельно стоит Подсадка у СК По-моему датчане к оверпасу готовы Очень жесткий врыв получился Опенфраг Отрезали спину, подсадка в 9 Бондик плюс зеро Но, блин, 2 в 5 2 в 5 шансы минимальны На выбивание, скорее всего Пора уже отстреливаться Мэджикс Бой Вешает еще одну плюху Зеро Дожимает Зеро Дожимают фриз и компания Я тут просто оп-оп В ожидании дяди Юры Поэтому немного Все Здорово Законтролил Законтролил камеру Хелл Рейзерс Форс Бай Ну, по первому раунду Можно сказать У СК есть задумки Есть заготовки И прям Разорвали они бедных Ашеров На счете 1-0 Да вообще по пистолеточкам Какая-то беда у Хелл Рейзерс Если не ошибаюсь Здесь уже это 3-0 Ашеры на Дасте проиграли Как первый, так и второй Пистолетный раунд Здесь точно так же начинают Провально Ну и СК гейминг Вот знаешь Пистолетки Это где-то 30-40% В общего успеха На карте На любой карте Очень важны пистолетки Опять-таки Это как минимум 6 раундов Если вас Не удивили на Форс Бай Если вы сами Не ошиблись Итак Что на Форс Бай У Хелл Рейзерс Происходит Как видим Ситуация 2 в 4 Оскар и Ангел Ну Постараются Конечно Что-то придумать Что-то Мэджикс Бай Простреливал И дожал Ангела Хотя их явно Тут удивил Карасев Мэджикс Бай Даблкил Вот видно Что СК заряжены На оверпасс Они уверенно Идут Знают что делать Ну знаешь Федь Вчера Когда Шел домой Еще и ехал Вот Думал Что сегодня Все начнется Со счета 3-0 Но 3-0 В пользу Команды Хелл Рейзерс Здесь уже С первой карты Все пошло Не по намеченному Мною сценарию Проиграли Ашеры свой пик Сейчас на пике соперника Хотя опять-таки же Оверпасс Ашеры По крайней мере Со слов Самих игроков Они считают Одной из своих Самых сильных кар Вот по первым Двум раундам Сложно Сделать именно Такой вывод Видно что Ашер Действует агрессивно Поджимали в первом Поджимали во втором Поджимают в третьем Пока что Плоды Минимальны На самом деле Этой агрессии Делают буквально Один-два фрага Hellraisers Ну и инициатива В руках SK Это неудивительно Увидим на девайсном Раунде Кто чего стоит Так Ну вот Ох там В полете срезает Ну тут не Хочется побороться Хочется верить Что да Все-таки SK Рассыпятся Но Этого не будет Итак 3-0 Мощное Очередное мощное Начало от команды SK Gaming Ну и вот она Первая оружейка Которая нам Даст понимание Того что будет Происходить на второй Карте Если Ашеры Заберут ее И постараются Взять солидную серию Раундов Тогда все будет хорошо Тогда у нас будет Равная борьба В противном случае SK Опять-таки же Будут просто Сыпать соль на рану Ашерам И В очередной раз Раз за разом Долбить по морали Странно Зак Выглядит Zero Дропнула Вп Оскару Который к тому моменту Купил армор В итоге Zero С Мкой И без армора То есть Тут то ли Мискоммуникейшн Какой-то Непонятно Выглядит На самом-то деле АВП с армором МК без Тут моди Кстати Ну Zero Свою М-очку реализует Гораздо лучше Чем Кирилл Карасев Делает минус При этом остается жив Не побоялся выйти в размен Хорошее принятие решений Теперь уже Ашер в большинстве Вот ранний тайминг В четвертом раунде Помог Команде обороны 3DL Против АВП Да Смотрим Все Все без исключения Датские игроки Оставшиеся живы В этом раунде Отправляются на длину И постараются Продавить через эту позицию Апвент у команды Хеврейзерс И забрать Первый оружейный раунд Ну тут мы видим засада Оскар Привлекает к себе внимание Пытается делать первый минус И за углом Параллельно Дядя Стико Должен всех будет Убить 50 секунд Хороший шанс У Ашер Непонятно Как СК будут выходить Есть раскид Вот полетели Хаешки Смоки Не чекают Не чекают Видно ствол Он увидел Но не до конца И Стико Как же ошибается Что это за врыв Непонятно Наверное он уже сам думал Что его спалили И почему-то решил Выйти в контрпуш Ну стопроцентный был момент Итак 3 в 3 ситуация Бомба стоит Непростое выбивание Ожидает команда Хаурейзерс Ну вот правда Позиция Бондика Она Ну его ждут там конечно Она хороша Ну вот действительно Влада ждут Стоит Стико Выпрыгивает Умирает Выходит Бондик Умирает Оскар и Зеро Вдвоем против троих Ну вот Что будут делать Ну теперь без армора Та идти выбивать Не хочется Зеро Вот она ошибка На старте раунда И все Сейв Так А согласись Ведь на старте раунда Ну ты про армор Говоришь? Да про армор Зеро Это не суть Дело Вот как так Безобразно Отыграл Стико Опять таки же Вот в Ашерах Честно тебе скажу Стико мне нравится Больше всего В плане того Как играет Как разруливает ситуацию Как четко вырубает В голову Вот просто кайфую От его хедшота А вот Ну все было хорошо В этом моменте Стико сделал просто Что-то непонятное Оскар отвлекал на себя Внимание Отвлекал Все хорошо Не заметили ведь Да Пимп вроде бы Текстура торчала Он не обратил внимание Направо уже повернулся Стико вышел в бок И не убил Да Просто сорвался с цепи И в итоге Еще и умер безразмена Итак 4-0 Опять таки же провал В первой половине Уже на второй карте У Хеврейзерс А вот СК Все хорошо Все под контролем Эти парни Хладнокровно набирают Раунд за раундом Главное чтобы Не пошел Оверпасс По стопам Даста Там на счете 8-0 Ашеры наконец-то Взяли первый раунд Дабл камбэк Да вроде бы уже пошла Плюс мораль Начали получаться раунды Но слишком Мал был запас Для камбэка У Ашер То есть нужно Пораньше включаться На оверпассе Гораздо раньше Нельзя ни в коем случае Допускать что-то 8-0 Есть АВП Есть неплохой закуп Стико опять-таки С МП-9 Но это ничего страшного Он там на малой дистанции В тоннелях СК Кстати посмотри Один Оскар Отвечает за прием Апуэнта Мэджикс Бой Тем временем Прошелся по подвалу И в подвале нашел Ну я не знаю Двух бесполезных игроков Вондика и Ангел Как-то на удивление Просто Вот бах-бах Два фрага Мэджикс Бой Потерял 79 кп Ну вот тут Загулял пимп Или все-таки Хорошо скорее поджал Стико Параллельно выход Б А там и ждут Ждут врыва Может получиться прием АВП Оп Это Зеро Да это Зеро Сбревает Моди Штрафует Фриз Товарища Стико Асилион Ну тут на стрельбу Пытается встречать Ашера Асилион Вот это прострел Вот это инфа была Четко по таймингу В дым Сразу же первой пули Лишает жизни Словака Ну а здесь Зеро Ну дал поставить Но все-таки Минус сделал Итак 2 в 2 Красный Мэджикс Бой И старина Фриз Против Зеро и Оскара Есть инфа Есть инфа Но Оскар Даже не выстрелил Как вот отыгрывает Мэджикс Бой Третий фраг в этом раунде Зеро отвечает Бомба пищи Нет Нет китов Фриз Очень хорошая позиция Да Вроде бы и Зеро понял Где Фриз Но не справился Я если честно Поражаюсь Как четко отыгрывает В этом противостоянии Товарищ Фриз Максимально Хводнокровно Максимально Продуктивно Раз за разом Оказываясь В непростых ситуациях Фриз выходит из них С высоко поднятой головой Ну и Мэджикс Бой Наверное Тоже стоит Похвалы 9-1 Стата За 5 раундов Он только один раз умер Сделал 9 фрагов При этом в прошлом раунде Его практически убили Но вот Какие-то ошибки в стрельбе Как-то не везет Ашер Вроде бы есть инфа Есть понимание Выходят и не убивают Ой, уже за Ашеров становится страшно Ведь какие надежды были На этот турнир у команды Ведь обыграли никого Попало А основного конкурента А именно команду Virtus.pro Уронили их В своей группе Заставили играть В стыковочный матч Ну вот В первом финале Пока что Очень Очень все Как-то Не по сценарию Команды Хэврейзерс Ну остались 4 претендента На титул Чемпиона Так что легких Побед не будет Virtus.pro Все еще в турнире У них сегодня Best of 5 Против бразильцев А тут как-то Вышли в пустой А На морозе Два смака Поставили Опять-таки же Ашеры пытались угадывать Глядя на то Как выглядит закупка Команды Хэврейзерс Действительно Надо было угадывать В этом раунде Но опять-таки же Прогадали Ашеры Бонди красный Уходит 0.30 хп Вроде бы Есть размены 4 в 3 Идут до конца Ашер Смотрим Мэджикс бой Ну вот этот парень Даже с 3 хп Может напрячь Дефьюз бомбы Фриз взрывает Тиммейта Что это за хе Боже Какой подарок судьбы Ашеры Казалось бы Этот раунд не спасти Отсутствие Дефьюз китов Сидит 10 секунд Дефьюзит Но хе Которая залетела в банк Да вообще Вот датчане Только что На ровном месте Подарили раунд Ашерам Возможно С этого и начнется Камбэк Вот хауррейзер Да У них есть бай Что же касается СК Там тоже Конечно Девайсные Но как мы видим Моди 750 Счет плентов Ашеры могут позволить ЭВП Хороший раскид Ну и Наконец-то Наверное Ненадежно сыграли СК Счет Размочили Ашер Больше всего Мне понравилась Граната Фрииса Королевская просто Да Он умер От Дробовика Ну а вот Пим продолжает Просто находить Голову соперника В дыму Как у него это получается Нестандартная бомба Вроде бы Шилл зеро Но плента Возле монстра Ставился Ты лучше мне объясни Что делает Пим Он просто два хэдшота В смоу как-то поставил Он делает невероятные вещи Это вакейшн Я бы после такого Парня отправлял отдыхать Комьюнити бан Пацаны нужен Пимпу Потому что так Играть в КС Нереально Вышел в шорт Два фрага Говорит Все На Б никого Заходите Ставьте Дорогие тиммейты Зеро конечно Пытался огрызаться Но мы видим К чему привело Вот опять-таки Когда Диффенс берет Один раунд И проигрывает Следующий в салат Это минус для обороны У них сейчас не будет денег На два раунда Или ну вот Кстати Зеро Две девятьсот Ну на одно эко Скорее На следующем уже будет бай Да С учетом того Что Стику удалось Сохранить одно оружие Все-таки У Ашаров на следующий раунд Будет закупка Да Не все так плохо Но посмотри-ка На Бандислава Что Что по счету На второй карте 0-6 Точно так же Как и на Дасте 2 Влада вообще не видно Не проснулся Владыка К сожалению Это же черный властелин Возможно будет форс Очень агрессивно Обороняются СК У них за 7 раундов Ну раза 4 наверное Были поджимы Поэтому СК Вот так Спокойно Осторожно Под респауном Халдят Первые секунд 30 И в принципе Ну миром разошлись Сейчас коллективы Ну кстати Единственный раунд Который забрали Ашеры Он абсолютно нелогичный Там как-то Ну случайно что ли Забрали Ну вот как Забрали и забрали Но камбэк Нужно продолжать было Ну вот СК Настолько мощно Отыгрывают Абсолютно все раунды Что Ашеров Ну особо шансов Вот я пока что не вижу За счет чего Тут можно Что-то предпринять Вот отдали конечно Свой Даст Теперь вроде бы Сильный оверпазм И перед началом Полуфинала Отмечали карты Очень удобные Для Ашер То есть в принципе Овер и Кобблстоун И Даста Не умеют играть Ну пока по счету Конечно тяжело Еще раз напомним Коэффициенты букмекеров На этот матч Они абсолютно не верили В команду СК Гейминг Коэффициент на датчан Был порядка трех А вот на Ашеров Просто верочка какая-то Один и два То есть это должна была быть Изи каточка Ну пока Ашер конечно Очень стараются Ангел Ангел что творит? Стреляй как Ангел Играй как Ашер Вот как это называется Итак Моди один против двоих Перекрестный огонь У команды Хелл Рейзер Забеспечен И Зеро ставит Жирную точку В этом раунде Ну наконец-то Хоть кто-то зажигает Ангел Отличные три фрага Ну вот вновь Второй раунд Который берут Ашер Он вроде бы уже проигран Уже все плохо Но каким-то чудом Умудряются вытащить Четкая реализация СК кстати Бомбу не ставили Теперь у них Уже не очень-то бай На последний Там АВП Да Продропал Четко фриз Осталось у него Ноль на счету Но тиммейтов Калашом он обеспечил Так Ну вот по-прежнему Ашерам нужна Солидная серия раундов Вот эти Соло-выпады Взяли один Отдали два Взяли один Отдали два Это конечно хорошо Но вот Кирилл Карасев Разошелся не на шутку С ЮМПшкой Продавил Бавота И как видим Отлично сработал Изолировал два Калаша Действительно И флешка зашла И тайминг был удачный А Силио Моди Досматривают раунд От лица своих тиммейтов Ну и наконец-то Начинается борьба Просыпаются Ашер СК Закупились в ноль Поэтому им Кровь из нас Он нужен плент Но как его установить Там трое уже встречают Выход под Б Да Это будет непросто Но СК Гейминг Опять-таки же Без боя сдаваться Не собираются Постараются Ну вот они уже постарались Они собрались вместе И вот Тутангл фармит Трипл килл Есть инфа Зеро помогает Бомбкерри отдался Фриз будет сейвить Кстати давай посмотрим Что там нафармил Кирилл Карасев За два сыгранных раунда Ну ладно Раунд с пистолетами не считаем 2.400 в этом уже есть И это еще Насыпет за победу в раунде 3.400 Или что-то в этом роде Все хорошо Для Ашер Опять-таки С учетом того Что 4 игрока выжили Проблем с экономикой нет В отличии от датчан У которых Не знаю Максимум форсбай Но он не нужен Этот форсбай сейчас Под 1800 Скорее всего Будет раунд на пистолетах Не будут рисковать Датчане Действительно Все идет пока что хорошо 6 раундов в атаке Уже есть Но это не предел мечтаний На этом останавливаться Датчане не собираются Поэтому проведут Один экономический И уже в следующем Постараются реализовать Свой полный оружейный бай Давайте смотреть Это явно заготовка Так в пятером Они бегут Ну тут или опять-таки Кто-то подформит Нет Не на Ангела На Стика Будут открываться 30 патронов Можно Эйс делать Еще и Оскар Помогает Зажал Ну вот правда Всего-то навсего Один минус От Стика На Сау поработал Оскар Один остается оселен Постарается с гуака Перестрелять Как-то прям в дистанцию Пошла у него Стрельба на самом деле Да вот опасно Подбирает хаешечку Но Оскар Прекрасно понимает Что стреляться Дальше не стоит И уходит На безопасную дистанцию Да Ангел Отличная хелпа Это очередной раунд В копилке Хелл Рейзерс Давайте посмотрим На закуп От СК 4300 Ну здесь даже Деньги на АВП 5700 Асилион Ну решают Вот что делать Все-таки 5 калашей Без АВП У Фриса Кстати 2.8 Не летит Ну да По сравнению с тем Что Фрис творил На втором дедасте Оверпасс Пока что провален Почистую По крайней мере Фрисом Бондик так же с нулем Поэтому Якорьки есть Юошер Понимаешь Сейчас команда Работает без Влада Что с Бондиком Происходит Я абсолютно Вот честно Я такого давненько Не помню За команду Флипсайд Ну вот не было Таких матчей Да И за АШ Вроде бы Последние 2 недели Все идет Попадают И на Лане Вчера Позавчера Все было нормально Не знаю Не с той ноги встал Ну да Возможно Просто-напросто Сегодня не день Водыки Водыки команды Хелл Рейзер Возможно Еще соберется Опять-таки Бестов 5 Минимум Впереди еще Коблстоун Отличный шанс На камбэк От Хелл Рейзер На оверпассе Ангел Просто серия фрагов Была филигранная Ну вот он ключевой Все-таки Закрепятся СК с преимуществом Или камбэк Будет продолжаться А силен увидел В туалетах одного Оскар Есть первый минус Ангел поддержал Опять-таки же Шикарное начало Для Хелл Рейзер Ситуация уже 3 в 5 Ну как отвечает Моди Сочная плюха Конечно Но его очень солидно Покоцали Минус Сколько там 91 хп ему нанесли И все хорошо Для Ашер Моди пошел Прям как-то до конца Со своими Лоу хп Так Как ушли-то Ашер А позиции Ашеров Ну не самые лучшие Но очень даже Непредсказуемые Оскар машется вп Это возможно Проблема для Хелл Рейзер Второй промах Да как же так-то Стика конечно Тут не ждут Но он тоже Не ожидал второго По инфе Стик это красавчик Свои два минуса Сделает Вот эта вертуха Отоссилена 1-1 Против Бондика А вот глядя на статистику Закрепится Становится страшно Первое и последнее место 10 секунд времени Бондика не понимает Что это будет выход Под Б8 Секунд Бондика Все еще в банке Как же долго-то Что он ждет там Не успел 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 Последняя секунда Асилиан устанавливает бомбу 1-1 Против Вадыки Он ждет девятку Неужели Асилиан 1-3 Спасает раунд для СК Ну как же так Ашерчики Стика Провел колоссальную работу В этом раунде Но Бондика В ситуации 1-1 Спасти свою команду Так и не сумел Не прочувствовал тайминг Пошел слишком очевидно С девятки Асилиан как будто С открытой картой Играл на втором мониторе Идеальная перетяжка Под Б Бомба на последней секунде Смоук И встретил Бондика Без шансов Да Вот это поворот Вот это накал страстей Но на самом деле Единственное Чему можно порадоваться Это то что мы наблюдаем Действительно сочный Контерстрайк Несмотря на то что Казалось бы Наши ребята проигрывают Тем не менее Заруба В этом противостоянии БО 5 Намечаются очень нешуточные Никто сдаваться Так просто не собирается Ну вот Ашером Надо просыпаться Отлично Отличное начало раунда Ангел, Оскар Сделали по фрагу 5 в 3 Нужно Нужно Зацепиться За камбэк Ашер Все Теперь надежно Стайд Доиграет На уверенности Не отдаваться по одному Так А вот Вот походу Пойдет в гостик Стика Стика, Стика Все закрылись Но Стика 1 Такой опасный У нас Как мы видим в туннелях Ангел на болотах контролит Минута времени СК стоят Ну вот они ждут Этого поджима Стика Он не чекает Прочекал Прочекал Не увидел Будет проверять Будет проверять Все хорошо Стика Максимальная концентрация И шикарный Второй минус в раунде Да Бумкерри отдался Без потерь Вот Ашер Или сливают Непонятно Или берут Какие-то рандомные раунды Потом берут Без потерь 5 в 0 Вот заметьте Ашеры начали навязывать Свой стиль игры Агрессия Агрессия И пока что с агрессией У СК Гейминг Возникают проблемки Итак Счет 7-5 Теки арморы Форсированная закупочка Да Три так девятых Два по 250 Ну и СК Гейминг Походу Отправится на базу Б Давайте смотреть Судя по закупу Да Но судя по карте Нет Пойдут как-то через туннель Через туалеты Сейчас Игроки атаки Кстати вот знаешь Не самое ведь лучшее решение Зная что у Оскара Есть снайперская винтовка Но пройти Эти позиции Будет максимально сложно Стика стягивается Не в самом удачном Для себя тайминге Все еще нет Инфы у Ашер Вот догадывается Стика Как-то подозрительно Тихо Знаешь Все Чего еще не хватает Команде Хов Рейсерс Кроме фрагов от Бондика Кроме фрагов от Бондика Ничего наверное Куда пропал Вадыка Верните Вада Ой-ой-ой Ну давайте смотреть Хороший Молотов Раскидка под базу А Сейчас от террористов Сумасшедший Стика Просто крэйзи Делает первый минус Хилпа пришла Стеночка Смаков Но там же Ангел живет Ангел Отличная позиция Разменялся Мэджикс Бой Бомбу поставят скорее всего Ну постараются поставить Так Этой задачей Как раз таки Занимается Мэджикс Бой Приз прикрыл Не выпустили Стику Аркадов Смоук Ну опрометчивая была Прямо скажем Бомбу поставили Теки Арморы Ну так себе 50 на 50 Был бы раунд С Глаками Бомбой Да был бы Закуб на следующий А вот сейчас Ничего не поменялось С экономикой ОСК Только раунд Они отдали Ну а Шер можно похвалить Смотри там 7 тысяч уже На руках я вижу Все нормально Ну да До конца Первой половины А Шеры уже точно Не будут проводить Экономических раундов Денег более чем Достаточно на закупку Даже в том случае Если будут раунды проигрывать А вот ОСК Раунд на пистолетах 4 по 250 Один дигов В руках Мэджикс Боя По гранатам Вообще дефицит Ни одной гранаты На всю команду Но это будет борьба За первую половину И минимальный отрыв За счет 8-7 Стику Аркада Бондик Да Бондик Бондик Наконец-то Два фрага Влад размочил Счет на карте Оверпасс Спустя 14 раундов Да На эко соперника На эко соперника Владыка Ууууууу Хорош Выровнялся с Фрисом У которого тоже Два фрага Недалеко-то ушел На самом деле Снайпер СК 2-12 Его личный счет Ну знаешь Четыре Приятно наблюдать Такие моменты Да Команда играет Грубо говоря 4 на 4 Но вот То, что делает Фрис И то, что делает Бондик Это называется Парни закинули якоря И за собой Пытаются тащить Своих тиммейтов Но тиммейты упорно отказываются Врэйд в молотов Что-то тут творят невероятное СК Ну просто пошли в молотов Я не знаю Вот он Владыка, наконец-то проснулся Еще два минуса, только даблкил Отвечает Владыка Это трипл А там фриз без армора, СВП наступает на ХАЕ Бондика Пим последний, Ашер вроде бы проигрывали в салат Но первую половину с минимальным разрывом втащили Да, вот такие вот, знаешь Вот что требовалось Ашерам Им надо было зацепиться за парочку раундов Они это сделали и дальше пошло-поехало Набирают обороты и готовы уже оформить победу в первой половине Пим последний, но он без бомбы То есть если бы с плентом он был, тогда да Но придется ему идти как-то под бэплент Он понимает, что за каждым углом может быть засада Нужно чекать абсолютно все позиции 50 секунд, топнул Не услышал его стика? А наоборот стика услышал и посмотрел в другом направлении Это был специальный фейк шум Оп, 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 оп А кто там идет? Это Владыка Квадрон от Бондика Вот стоило Владу почувствовать вкус крови И теперь вот этого парня, по-моему, не остановить Итак, Влад максимально разозлен на команду СК Гейминг и постарается их уничтожить во второй половине Ашерчики взяли все-таки инициативу в свои руки на пике соперника Выиграли первую половину, статистика 8-7 Потихонечку игроки пишут рейди Это означает, что с минуты на минуту матч возобновится Вторая карта Best of 5 полуфинала Не будем забывать, что Ашеры по-прежнему не знают вкуса победы в пистолетных раундах На Дасте проиграли две пистолетки На оверпассе пока что одну И вот он момент истины Бондик, Бондик, Бондик Наказывает АФКшно Собаки Буду рвать Ну, короче, Влад действительно разошелся Вот ему вот надо было вот этот толчок Маленький толчок, который, ну, стартанет Влада Который уже будет рвать и метать налево и направо команду СК Гейминг Основная задача все-таки выиграть эту злосчастную пистолетку Позволит все-таки пистолетный раунд Ашер на 10-й, на 11-й выходить Бороться за победу на оверпассе СК, конечно, упустили все-таки как-то инициативу Упустили эту нить игры Вроде бы тащили 6-1 был счет И без паузы Ашер планомерно закомбечили То есть тут 50 на 50 у нас идет оверпасс Очень важно, кто же начнет играть первым номером на смене сторон Пока мы ждем, я уже понимаю, стримеров, аналитиков Потому что команды разыгрываются Ну, правда, вон СК стоят Но там скорее тимток происходит удача Нет, смотри, на самом деле все 10 игроков на сервере готовы Опять-таки это тот самый момент, когда организаторам требуется вот та самая пауза Они устали от потных каток Ашер и СК Гейминг действительно показывают замечательный Counter-Strike За которым в первую очередь приятно наблюдать Дополнительная возможность пообщаться командам То есть это третья пауза Можно взять по одной у команд в половине И еще пауза между сторонами То есть поменять игру, перестроить, сделать какие-то выводы И огромное количество времени дается командам Так, наверное, еще раз стоит напомнить Ведь Ашеры проиграли свой пик Это была карта Даст-2 Дальше оверпасс И следующая карта, на которой, возможно, все даже закончится Будет Кобл-100 Но для этого СК надо выигрывать во второй половине И уже на Кобле, ну, просто, я не знаю, что ли Уничтожить своего соперника Кстати, переоцененного соперника Да, опять-таки, коэффициенты говорят сами за себя 1.2 на Ашер 3 все-таки Очень солидно можно утроиться Если СК победят Пока что ждем Ашер уже начали камбэк на втором Дасте Все было хорошо, но слишком мало раунда в запасе Пауза СК И в итоге 16-й раунд А вот оверпасс получше пока идет Вот и вторая половина начинается Итак, четвертый пистолетный раунд Пока что счет 3-0 в пользу команды СК По пистолеткам Ну и теперь смотрим, как эту ситуацию постараются исправить Ашеры И какой раунд будут реализовывать Ну, это явно заготовка Сразу Стика купил Смоук 4 Армора, возможно, какой-нибудь простой выход будет Еще любопытно, что делает Пимп Он купил 5-7 и дым Вот так Ну, это на прием б-пункта, скорее всего Или подвал Посмотрим Да, это Б база Остался в Б, а вот атака Просто... Это вот так, знаешь, что Та-та-та-та-та-та-та-та-та По выбегающим игрокам на базу Б Но здесь Аркады нет Ашеры отправляются на плент В четвером по длине Один бондик Откро... нет, это не бондик А кто же это? Кого же оставили? Это Стика Стика чекает туалеты Но это фаст-выход под один смоук Тут, правда, уже три игрока, четвертый бежит Ой, проблемы будут у Ашер Да, что-то Ашерчики Погорячились, хотя пока что по стрельбе Все заходит, Бондик забирает Фриса Пим видит, кривой как-то смоук дали А вот и 5-7 от Пимпа Два минуса уже есть Моди занимает банк, побоялись стреляться с ним Да, все правильно делает Оскар Но понимаешь, что отдается и раунд уже Под контролем команды СК Гейминг Бомбкерри умер, нет плентай Как бы все эти перестрелки Без пикающей бомбы Да, ну вот ошибка от Моди Зря полез, рассчитывал на стрельбу За что был наказан Кириллом Карасевым Итак, Пимп и его 5-7 История продолжается Пимп просто невероятную плюху отвесил Карасеву Один стика против двоих 45 секунд до конца Но что делает Пимп? Этого человека не остановить На Дасте 2 он рвал и метал команду Хелл Рейзер Он и на Овер Пассе, если вспоминать В этом шарте две плюхи в дым поставить успел Квадрокилл на второй пистолетке от Пимпа Без арморов Ф7 отличный план 4-0 по пистолетным раундам Ашеры А ведь в онлайне у Ашеров на пистолетках все просто шикарно Команда выигрывает где-то 70-80% пистолетных раундов Здесь почистую проигрывают все Странная статистика При этом на девайсных вроде бы залетает Есть камбэки, есть борьба Но слишком вот отдают инициативу на старте Хотя Ангел Отличный минус по Моди Моди как-то начинает агрессивно действовать чересчур Вновь отдается Пимп встречает первого Хорошие размены Зеро стику Ой-ой-ой, это же должен быть раунд Это должен быть раунд Итак, трифт-два Мэджикс Бой и Фрис У Фриса 11% здоровья У Сера также не все в порядке Тут Мэджикс Бой должен делать ветер У него две флешки Бонник прячется в смоках Хорошая позиция Его тут не находят Бонник А Бонник пропустил двоих Один на один против Фриса Ну и Владыка Вершит правосудие в этом раунде 9-8 А Шерры не выпускают команды СК Гейминг вперед Забирают свой форсированный бой И в итоге все-таки будут бороться За победу на карте Оверпасс На Дасте, кстати, та же история была Они отдали вторую пистолетку Взяли Форс на следующий Но на Дасте первой половина была проиграна 12-3 А здесь все очень даже хорошо А Шерры выиграли 8-7 И с учетом того, что взяли Форсбай Реально могут рассчитывать на победу на пике соперника Ну все идет к близкому счету на Оверпассе Но все-таки тут на пол шушка впереди Хелл Рейзерс У них отличный бай Три Калаша Два Фармгана Отвечают, конечно, СК таким скользким закупом Три пистолета ОМП и Скаут Спиной открывался Мэджикс Бой Непонятно, на самом деле там Смоуг лежал на дверях Ну в общем, опен фраг легкий для атаки Ну и вроде бы под бейдут Правда, есть игрок в туннелях Вот, возможно, его там не прочитают Но посмотрим, чем закончится Подсадочка Ну вот, заметь, вот пытаются СК играть грамотно, хитро Как-то вот с изюминкой И это получается Фриз! Вот он, кстати, тот самый игрок в спине Он делает минус Зеро по инфе разменивается Бомба уже вроде бы подошла Но там все еще есть Пимп Так, по бондику попадают Моди постарается помешать установке бомбы И давайте смотреть, что из этого выйдет Забрал Бондислава Один Пимп против двоих Контролит бомбу Он знает, что там план Попытка будет выстрелить Хэдшотом Вот посмотрите, кстати, как Аккуратно отыгрывают Ашеры в этом моменте Прекрасно понимая, что Со скаутом Пимп может натворить каких-то дел И вдвоем четко его продавили 10-8 СК свой форс не реализует По крайней мере, так успешно, как это сделали Ашеры Ну и вот он шанс для Хэврейзерс уйти в отрыв Полноэкономически предстоит сделать СК При этом любопытно Вот в прошлом раунде Фриз наформил У него 4 900 То есть будет дроп ОВП Скорее всего, даже не дроп Он сам себе купит ОВП И хороший закуп на счете 11-8 Еще играбельно для СК Но они очень мало взяли раунда Счет был 6-1 в их пользу А сейчас уже 10-8 для Ашер То есть там стрит невероятный Да, вот 6-1, ты абсолютно прав Как-то вот СК потеряли нить игры Не могут уже подстроиться под Ашер Итак, Ашеры, понимая, что у соперника Экономический раунд Играют максимально аккуратно В первую очередь ожидают агрессию От пистолетов датских игроков Но пока что датчане точно так же Строго по позициям стоят Сделали акцент на принятие длины И пока что никуда оттуда не смещаются Так, прочекали Поняли, что фаст выхода не будет Вернулись А в обраточку СК Это фейк, видимо, от Ангела Такой отвлекающий И посмотри, СК гейминг уходит Вот выдержка Ашеров Ну просто идеально работает в этом раунде Дождались, когда СК разуверится в том, что все-таки стоит принимать А базу Сместились на Б-помент А Ашеры как раз-таки Ну не на всех парах Но медленно Но при этом уверенно Да, вообще СК не понимают, что делать Какие-то префайеры Мы видим в длинную трубу Нет инфы Нет инфы Никакой у СК Они бегают этим стаком туда-сюда по карте Ну теперь уже, конечно, очевидно На 30-й секунде Что это выход в А Но СК Можно даже сейвить Как-то в пятером попытаться убить одного В общем, идти агрессивно не собираются У нас СК Скорее это будет вот выход на Бондика Бондика один остался в длине Стико холпанет И вполне вероятно даже развалят вдвоем сейчас Все звено СК Начинается врыв Бондик, Бондик, Бондик Первого уничтожил Как-то быстро, быстро его стрелили башню Там Моди Борится А силе он отдался Калашик забрали Вот так Неплохо для СК Как для пяти успов, в принципе Хорошие префайеры от Моди Еще один шикарный минус И в итоге Ашеры Ну, несут колоссальные потери в этом раунде А ведь могли все закончить без потерь Надо было просто уйти на сейв Но это Ашеры Они не ищут простых вариантов Да, не все так хорошо Складывается В итоге два девайса засейвили При этом у Фриса огромное количество денег После фармраунда на UMP И по факту это вот ключевой Во второй половине будет бой Да, выход Ашер Ну вот они должны понимать, что там хорошие деньги Фрис фармил Есть АВП у него И довольно быстрое занимание шаров А там кто там? На шарах-то есть игрок? И Мэджикс Бой тут как тут Ну не стали стреляться СК почему-то Ну, походу понимали, что Ашеры пытаются быстро и динамично занимать позицию туалета Вы моментально отступили Ну, здесь, наверное, были абсолютно правы Без помощи тиммейтов 2 в 5 Остановить эту Быструю попытку занятия Было бы очень сложно Пимп стягивается, мы видим, своим товарищем под Аплентом Тут же осили он неподалеку Ашер играют от халда 4 плюс 1 Ангел под тоннелями Пытается фейковать Вот он привлек внимание сразу двух Ну, неплохо, конечно Эти парни не будут уже уходить Ну и Ашер толком-то ничего еще не сделали Ну, уже стоят на контрольных позициях Под раскидку постараются вскрыть оборону Аплента Ну и давайте смотреть, что из этого выйдет Пошел раскид Халпа СК не идет Ой, они пошли вообще чекать Отличный шанс для команды Хеллрейзер Сбондик находит первого фриз Отвечает Итак, 4 в 4 Постараются поставить бомбу Ашера Кстати, бомба у стика Давайте смотреть за ним Бомба Есть Есть же план сейчас для Хеллрейзера С Халпа только сейчас стягивается Удачан В смоках просто Перестрелки Но на удачу Так, Зеро есть минус по Мэджик К бою Ой-ой-ой-ой-ой Вот это осили он как-то сбрил Зеро Даже не заметив того Да, случайно он вроде бы стрелял Но голова нашла сама себя Оскар с ВП Он не может никак помочь Стико Ответная халява Надо резать Надо резать, резать, резать Еще раз Хорош Стико Ну, раунд Ашеры проигрывают Сильно много смоков Вообще Тотальная неразбериха была В конце вообще творился полный хаос В этом смоке было сразу 3 А то и 4 игрока Все на этой бомбе топчутся Все простреливают Осили он вешает какую-то халяву Стико вешает халяву Режет следующего Но, тем не менее, очень важный раунд Для себя отвоевали СК У Ашер закуп практически на все Кстати, вот что-то просчитались Ангелу не достался дробь, я вижу Слишком много флешек закупил Стико Поэтому Ангел будет с СЗ Ну, вот, кстати, очень важный раунд Для команды Хеврейзерс Если сейчас заберут победу в этом раунде У СК Гейминг денег не останется Кстати, у Ашера точно так же Раунд за 2 И для Ашера, и для СК Фриз Отключили дымы, что ли, пацанам Во втором раунде подряд Да, как-то вот слишком уверенно Фриз попадает в эти смоки Ну, и не только Фриз Это касается как Осилиона, так и Пимпа Неоднократно показывали Вот какие-то невероятные фраги в дым Ну, какой-то такой довольно агрессивный выход Вот Ашер на раннем тайминге Они уже подошли через туалеты к базе А Оставили там одного и вернулись Вот рискованная, на самом деле, задумка Ангел тут может как хорошо нашуметь Так и получить просто первым патроном в голову У него еще и СЗ-шка в меньшинстве Ашер Ну, вот опасно Ангела там оставили Прям очень рискуют Ну, знаешь, Карасика завели и бросили Вот оставили там, говорят, братан Ну, вот я не знаю, что делать Правда, есть на прикрытии Оскар И вот как раз-таки за счет этой снайперской винтовки Ашеры постараются сделать свой опен-фраг И, возможно, вскрыть оборону Абазы Ну, мы видим, Оскар чекает длину Там вообще никого нет СК очень глубоко держит сейчас плент То есть супер глубоко Они отдают по факту А, потому что стенка дымов отгораживает всех изи Хороший выход под флешку И это выход, да, просто аркада Ну, вот, 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 как так? Классик один, а где тиммейт и где расмен? Нет, нет Оскар нажат с ВП Но Бондика Зеро исправляет ситуацию Два в два Бомба ставится Ну, что же, осилен и Моди Осилен в спине Моди на дефолте Даже без смоков, без флешика Шеры прошли и установили пакет Ну, вот, первый сладенький поехал Зеро погибает Осилена в спине вообще не ожидал Но это, кстати, странно Кстати, Бондика тут не ждут Он может один на один остаться Потому что бомба вообще не дифьюзится Моди только сейчас будет выходить Вот он, контакт, один на один Киты есть, смока Есть смок Какой-то кривой Ну, все понимает, Бонди, что не очень дым, походу И убивает Какие-то вот концовки раунда У нас вроде бы все потно-потно Последний минус, бах Все Бонди просто красавчик Положил очень такой, знаешь Односторонний дым Он только слева мог дифьюзить Да, и вот четко зашел И Владу не оставалось ничего Как вот верить, что он действительно будет пытаться Разминировать эту бомбу Итак, 11-10 Преимущество Hellraisers просто тает на глазах И вот он Хотя нет, вот мы ожидали с тобой увидеть экономический раунд Бомба была, поэтому там дали по плюс 800 И, в принципе, закупились более-менее еще Ашер Ну, по-прежнему очень шатко стоят позиции команды СХ Гейминг Опять проигрывает раунд Ну, вот у Диффанса точно не хватит на закупку Но СК собрали инфу на длине Они вот то отпускают вообще эту точку То все-таки контролят Попытка вновь играть на подсадках в районе базы B Ну и, кстати, именно сюда сейчас террористы и влетают Начинают на ранних таймингах Ашер уже в который раз Потеряли Бомбика Минус от Моди Но вот дальше опять-таки же Нет, 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 Ашеры подчистую проигрывают эту атаку Zero остается один против четверых И вот как будто не было форсбай Как будто они с пистолетами зашли, умерли И все, без разменов Причем позиции ведь у Диффанса были очень, знаешь, скромные, скажем Они были готовы отдать Да, они зажались и вроде бы типа Окей, заходите, мы потом сделаем ретейк А до ретейка так и дело не дошло, даже до бомбы дело не дошло Итак, что же придумает Zero? Давайте посмотрим на карту Попытка, ну вот, попутешествовать по оверпасу Zero удалась А вот что-то полезное преподнести своей команде? Ну, это другой вопрос Неужели будут сэвить? Просто на бомбе, Zero в углу, скорее всего, проходит какой-то тимток Параллельно у Hellraiser Потому что счет ничейный И вроде бы уверенный камбэк Вроде бы вышли вперед Ашер Но буквально 2-3 раунда отдали И вот сейчас уже проблемы Маленький запас Вот кто сейчас укрепится, тот и выиграет Потому что денег нет у одних, денег нет у вторых И вот все очень близко 23-й раунд уже будет Ну, смотри, тут ситуация простая В этом раунде 4 датских игрока выживают Соответственно, ну, потребуется дроп только осилия Но, соответственно, у троих экономика будет расти А у Ашеров, у Ашеров все очень плохо У Ашеров сэйвит Девайзер, у которого останется 100 долларов Хоть сливай на Эко раунд Ну, вот тут непонятно Зная Hellraiser, эти парни могут форсировать события И, возможно, будут закупаться Но, с другой стороны, это нелогично Ведь все преимущество уже отдали И отдавать его дальше, ну, как минимум глупо Ну, не тратят деньги Ашер Мы видим пока все спокойно Заканчивается байтайм П-250 Вон какой-то дигл я вижу у стиков Все-таки попытаются уже Наверстать упущенный Ашер Отдавая при этом Теоретически, конечно, отдавая Двенадцатый раунд Действует командно Четыре, как мы видим, вместе Ангел снова там Свободный художник На болоте Ну и Мы видели эти раунды от Ашера Уже довольно часто Они так ходили 50 на 50 Когда-то работает Когда-то нет Тут зависит от СК Они или отдают А Или все-таки Встречают на контакт Так, есть уже первый минус Мэджикс Бой Находит у Оскара Тут надо как-то упор Все-таки на зеро было делать Или разменивать его Подбирать Галилу Или выпускать первым Галил стоит Он даже не стрелял весь раунд Очень Решение Просто в каких-то таких Разменных позициях Но пока что этого размена Нет Потеряли двоих Зеро получает на отходе Минус 50 хп Не очень рассчитывали На этот раунд Ашер Не очень-то он у них И получился Ну, я бы сказал Вот какой-то целостности В раунде Ашеры нам не показали Вот пытаются Продолжать действовать По одному И за это их СК Гейминг Наказывают Неужели это будет сейв Ну, со стороны зеро Это, кстати, сейв Выглядит Ну, единственное логично Потому что, смотри Он погибает В этом раунде У него 100 долларов Ему насыпят Ну, максимум 2900 Ну, будет 3000 Ну, такой же Галил Может себе позволить купить Опасный, конечно Вот, оу А как его убить? Начекал и что с ним делать? Все, говорит, пойду Обезврежу Смотри, смотри А не видно, не видно Придется выползать Ну, с префлайером Хороший шанс Выйти убить Оп А их дожал Все-таки Хороший врыв Еще бы даблкил И бомбу Но нет Но нет Постоянно непонятно Кто же тут все-таки фаворит Вроде бы тащили СК 6-1 Потом Ашер Вышли вперед Теперь снова СК Начинают Перехватывать нить игры В свои руки Жестко Пулбет Вот такое простецкое решение При этом без опен фрага Вообще без фрагов Ну, вроде бы А силена продавили А вот что дальше? Должны занимать плен Но как-то медленно Идут Ашер Хелпа Уже в девятке Бомбы все еще нет Крис Не дает Оскару пробраться на плент И установить бомбу В итоге Зеро и Стика вдвоем Против четверых Дочка Стика Одного убьет А дальше что делать? Оп Оп Первый пошел Второго нужно душить Но нет Тут как тут Фрис дает свой минус И забирает тем самым Тринадцатый раунд Для команды СК Как-то выход не очень был Ангел умирает первый Через секунды 3-4 Игрока ломятся в длинную трубу Теряют еще двоих Бомбу не установили СК по факту вдвоем Вообще уничтожили Потому что Хелпа Из трех игроков там бежала Волосы назад Итак, тайм-аут От Хеврейзер Действительно уже Ну, что ни на есть Самое подходящее время Поговорить Что же надо предпринимать Какие раунды реализовывать Чтобы, ну, изменить То, что происходит на оверпассе Ведь СК гейминг укрепили Свои позиции И смотри Уже солидная серия Из пяти раундов СК на коне Я говорю, что Тут они прям поверили в себя Так, а давай посмотрим Сколько игроков выживало Здесь один Здесь один Вот эти два проблемных раунда Когда минировали бомбы И творился полный хаос И вот эти спорные раунды Вот эти клатчи Ну, сегодня они достались Датчанам Вчера более удачливы были Ашеры В матче против Virtus.pro Госпожа удача Ну, имеет Свойство отворачиваться Иногда от команд И вот как раз таки Вот этот тот самый момент С которого у СК гейминг Что-то начало получаться Дальше раунд Ну, вот С одной потерей Сейф С одной потерей И с двумя потерями Короче, у Ашеров Вот после вот этих двух Минус моральных раундов Посыпалась игра Да, по нисходящей пошел На самом деле Оверпасс у Hellraiser Вот теперь надо принимать решение Закупаться Вот просто калаши С минимальным раскидом Или Галилы Или взять теки Попытаться поставить бомбу В общем Много вариантов у Hellraiser СК в свою очередь Ну, опять-таки Могут проркадить Могут отдать Сейчас очень любопытно И в плане бая И в плане тактик Будет выглядеть 25-й раунд Да, вот сейчас Сергей Бижанов Он же Вумабот Должен Ну, я не знаю Внушить своим тиммейтам То, что они действительно Фавориты этого матча А отыгрывают Ну, пока что Действительно Очень посредственно Супер жесткая заруба Нам показывали только что СК Там кто-то вообще банан ест Такий На расслабоне Пацаны У них все здорово А вот Ашар нервничают Переживают Но, опять-таки Главное Не пасть духом Хороший же камбэк был Надо продолжать На той же волне Так, вообще без наушников СК Их там Наклейки какие-то Ну, в общем Какая-то дичь творится На самом деле На финалах СК там не столько Обсуждает Что делать в раунде Сколько занимается Своими делами Так, фриз Ну, фриза вообще не видно На этой карте Вот, как-то плохо У него все Давай посмотрим, что по статистике Ну, на самом деле Он А на смене сторон Пошло у него Они с Бондиком договорились Давай, говорит Не очень Сыграем Вот не очень Вообще И пока что придерживаются Этого плана Кстати, у Оскара Еще меньше фрагов Чем у Бондика 11-14 То есть Не все так хорошо А вот у СК Напротив 15-15 Кстати, посмотри Вот на Оскара И насколько ему не везет 8 ассистов Это говорит о том Что действительно 8 игроков Просто ушли От смерти От верной смерти Оскар пощадил их Зато темой И подстраховали Вот у Зеро Ни одного ассиста Видимо, он добивал Всех раненых Поэтому 21-13 Кстати, и на Дасте Тащил Зеро Прям хочется ему выиграть Старается на все 100 Ангел снимает паузу Так что матч Вот-вот возобновится У нас на экранах Был Бондик Он напряжен Он Так, немного, наверное Не понимает Почему Все так плохо Но шанс на камбэк Есть Так, осили он Секунда Видимо, банан Кто-то доедает Доградайте доживаться Ну что же ЦЗшки ЦЗшечки Тэки Вот такой бай будет Сливной Это тот самый форс В котором Надо поставить Деньги на следующий раунд То есть, грубо говоря 14-11 Ашеры уже с этим счетом Смирились Но, тем не менее За этот раунд Они будут бороться Должен быть Четкий Заготовленный выход У Ашер На такой случай Опять-таки На Оверпассе Они показывали Неоднократные игры То есть, тренируют карту И, в принципе Что-нибудь выдумать Возможно Потому что Раскидка Я вижу Есть Три смока Три флешки Итак, есть Рэдди от СК Пробуем Пишут стик И, опять-таки Матч ставится на паузу Ну, вот Что же там не так Непонятно Что-то Видимо, кто-то Ногой USB Выдвинул Печальный сидит Зеро-зеро Я уже тащу, пацаны Что такое? Помогайте Да Наши американские коллеги С индийскими корнями Английские даже, наверное Коллеги все-таки Ну, что же Джеффинити Цева продолжается Полуфинал Под номером 1 Бест оф 5 Баталия Хеллрейзер Против СК Гейминг Виртус Про Против Темпа Шторм Все еще готовится К своему полуфиналу Он будет немного попозже Ближе к вечеру Также Бест оф 5 Ну и параллельно Сегодня плеер Минора С утра до вечера Там также полуфиналы Старладер 5 Дорогие друзья Заходите Наслаждайтесь СНГ Контерстрайком Да Там Минорчик Полным ходом идет Кстати, вот Бросили мы Основные силы В Москву Отправили туда Огромную делегацию Ну а вот Сами остались В Киеве Смотреть За Цеву За ИЦС Вчера жесткий был матч В рамках ИЦС Маус Там прям Ух Зажгли Ну и сегодня Как мы видим Ошерчике Ну вот действительно То, что происходит Уже в стадии полуфиналов Действительно Очень интересно Очень зрелищно Здесь Ну в эту стадию Пробились действительно Самые сильные команды Что стоит отметить Три европейские И всего-то Навсего одна Южноамериканская С учетом того Что изначально Был баланс Четыре из Европы Четыре из Америки Ну американцы Не самые То есть это Не Liquid Не CLG Они вообще Испортили Вот мне турнир Я смотрел лично Три катки В которых Ну вот Я не понимал Что делают Американские команды Selfless, Splice Это просто Ну в первый день Splice поборолись В Virtus.pro Потратили все силы Весь моральный Настрой на турнир И все И вылетели домой Так Ждем решение проблемы От команды Хеврайзерс Вот Стика написал Что возникла Какая-то проблема Но что же Собственно Произошло Пока что Полная тишина Вот Наконец-то Есть голод Кирилла Карасева Хеврайзерс Готовы продолжать Зарубу на оверпассе И возможно Готовы Удивлять Своего соперника Уже в этом раунде Ведь здесь Тот самый Форсбай Те самые Теки Есть СЗшка Есть P250 По раскидке Тоже есть Какой-то Конкретный план У Хеврайзерс Ну и давайте Смотреть за его Реализацией Начинается Начинается Наконец-то Долгожданное Продолжение Битвы Что делают СК СК Поджали туалеты Поджали длину Пытаются собрать информацию Какой Молотов Поломал Просто все планы Сейчас этот Молотов Зеро Возвращается Ну и Ашер уже На втором тайминге Ой Врыв Смоук Получил Вот как он Просто Зеро вышел Смоук Убил Асилиона Вот он просто Бежал Смоук То что не получалось Сделать До этого Наконец-то Зеро провернул Итак Ашеры занимают Базу Б Постараются продавить Еще одного игрока Это Моди Но Моди Сражаются как лев Там перезарядка Зеро подвела Он видел Но не мог Нажать на спусковой крючок Зеро спалили В подсадке Бомба стоит Тем не менее Стико чекает спину В спине не будет никого Ну об этом пока еще Не знает Стико Ой что там Там такой хаос творится Ангел Есть минус по Моди Бомба пищит Какое-то странное Выбивание В СК Не очень-то они и шли Выбивать Ну вот он Возможно Переломный момент В этом матче Мэджик сбоя Один против двоих Времени все меньше и меньше Бомба Скорее всего Детонирует Ну а Мэджик сбоя Уже отправляется На сейв своего кольта Побегал по пленту Мэджик сбоя И понял что Тайминг упущен И засейвил Оскар Остается на последних ХП со своим АВП в руках Ну тут Зеро Можно похвалить Вышел Сделал Опенфраг И там уже все Тиммейты с горящими глазами Заняли Б Зеро красавчик Вот кто Вот Переписывает Историю карты Оверпасс 12-13 Хоу-рейсерс Продолжают бороться За победу На пике соперника И тот самый момент В котором они могут Догнать СК-гейминг Да Стоит отметить И на карте Даст 2 После паузы Кардинально Менялась игра Ставили Ашер Паузу Набирали раунды Ставили СК Паузу Набирали То же самое По ходу Оверпасса Действительно Тайм-ауты Важнейшая часть Игры Дорогие друзья Опять-таки Вот я смотрел Некоторые матчи Минора Там паузы Не очень-то в ходу Так что Есть чему Поучиться Вот у молодых команд То есть Нельзя недооценивать Тайм-аут Так что у нас здесь Фриз Впаденное количество Флэшерчек Все-таки Мажется ВП Ну действительно Ашеры постарались Накидали 2-3 гранатки И это не позволило Снайперу реализовать Его казалось бы Хорошую позицию С разменом Забрали Мэджик с боя Бомба в респауне Также дуэт Бондика И Оскара Оскар СВП Стоит отметить Ну и вроде бы Вновь в район Бэплэнта Будет у нас Выходить атака А там только Один игрок Это Моди А силы он точнее нет Кстати вот посмотри Насколько агрессивно Действуют пимпы Это позволяет СК гейминг Добыть очень важную Необходимую информацию И походу Бэплэнт Сейчас будут СК укреплять Что же Там уже все задымили Моди приходит Неплохая хаешка Прошивает Но слишком вот поздно Полсекунды не хватило Моди Но хэдшот залетел Да Максимально агрессивно Отыгрывает Моди Ответ от Ангела Всего-то на всего Один минус И Зеро Также дает размен Два в два в итоге Но ждут ли пимпа Ждут ли пимпа В спину Это основной вопрос Для Хелл Рейзерс Он уже открывается Да Слишком быстро Пимпа оказался В спине Но вот В дыму стоит игрок Команды Хелл Рейзерс И возможно Нет Ждут Ждут Оскар чекает Да Смотрит грамотно Но хэшка Вот этот трехочковый Оскар П-250 Пошел И находит минус Как четко действует Оскар Времени все меньше и меньше Фриз Нет китов Нет китов Не успевает Фриз разминировать бомбу Ой-ой-ой-ой Госпожа Фортуна Снова развернулась Команды Хелл Рейзерс Лицом Они делают очередной камбэк Какой же пот На карте оверпасс Счет равный 13-13 Деньги у команды СК Гейминг Постепенно заканчиваются И возможно Это тот самый Раунд на пистолетах Вот отдадут еще один И скорее всего Уже датчане Будут ставить паузу Потому что Явно Они все-таки Теряются Где-то не везет Где-то просто Чуть-чуть Получше Хелл Рейзерс С таймингом Ну давайте смотреть Эко Любопытно Любопытно СК Они стали Как-то психовать Отдают 14-й Да, действительно Здесь Ну Здесь все правильно делают СК Ведь сейчас Допусти ошибку Вот закупись Не на полную Ашеры могут этим Воспользоваться И следующий раунд Уже который будет Ашеры претендовать На ничью СК будут сливать Поэтому здесь все правильно Здесь Поумерили по УСК Не стали переоценивать Свои возможности И проводят Плановый Экономический раунд Ну что же Хелл Рейзерс Контролят карту Ждут вроде бы Как этого поджима Хватит ли терпения Стико Или он все-таки В последнюю секунду Развернется Ну вот тайминги Как видим Не совсем удачные Да, уходят Ашеры тем временем Опять-таки же Заходят на абсолютно Пустую базу Б Знают об этом СК У них есть Опасные 5-7 Мы помним На пистолетке Пим там четверых Убил с 5-7 Без армора Но тут уже У Хелл Рейзерс Есть тяжелая артиллерия В лице калашей Так Ну вот Ашеры понимают Что на Б-пункте Никого нет А тем временем СК уже Ну В шаге от того Чтобы зайти в спину Ну их должны ждать Да, Оскар уже Спокойненько закрывает Пошел первый Но это будет тир Если пойдут до конца Так Там не простреливается Простреливать Оскар Походу А Оскар что-то знает Шьет Конечно здорово Выпускает двух тиммейтов Пока там слушались Звук КВП Дачани Тут конечно Их уже уничтожили Ну вот единственный Кто Ашеров Не справился С давлением Пистолетных раундов Это Кирилл Карасев Пошел в одиночку Проверять Что там Как дела в банке обстоят Ну Проверил Получил по щам Мэджикс бой Забирает Юэмпишку Не знаю Поможет ли она ему В следующем раунде Скорее всего Нужен конечно Максимальный закуп Дачанам Ну и Пимп Хочет Хочет тоже Забрать девайсик Но тут Просто Четвером Принимает его Ашеры И спокойно Оскар Добивает Итак 14-13 Ховрейзерс В очередной раз Выходят вперед В этом матче И в этом раунде Возможно Решается судьба Карты Оверпасс Да Мэджикс бой Выкидывает Юэмпишку Не пригодилась Она ему все-таки Стоит отметить Все еще 3000 на его счету Даже после закупа Ну и попытка Выйти на Маппоинт От Хеллрейзерс Главное Чтобы рука Не дрогнула В самый ответственный Момент у этой команды Ну а Фриз пошел Кстати Соло поджимать Ну пытается На первых секундах Раунда Проявить максимальную Агрессию Со снайперской винтовкой Но Ашера играет При этом Очень аккуратно И никто Отдаваться на фрисы Не собирается СК закрылись И флешкой Молотовым И смоком На выходе Из-под шарта В район базы Б Кстати вот посмотри На позиции Раз за разом СК Вот надо сейчас В пролете Показать Вот как СК держит БПП Очень интересная Модель защиты Нельзя сказать Что это Оптимальный вариант Но действительно Тот вариант Который заставляет Действовать Атаку максимально Некомфортно Один раз Такой раунд Сработал Тут как будут Ашер открываться Вопрос Будет ли это Стенка смоков Аркада Будет ли они Просто идти В размен под флешки При этом Пимп Не сидит на месте Уже занял монстр Дым Да В руках Оскара Скорее всего Классический Такой выход будет То есть Задымить максимум Занять Поставить плен Флешка И Аркада Но тут Мясорубка начинается Судя по всему Итак Первый минус От Пимпа Забирает Бондика Моментальный размен От Кирилла Карасева И Ашеры все-таки Постараются Продавить позиции Бэп Лента Асилион Модис Лишают шансов По-моему Ашеров сейчас Да Без шансов Оскар 1 Против четверых Есть первый минус Асилиона забрал Будет второй Оскар Этот парень Может переписать историю Самое время Тащить Он знает 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 Где четвертый Ой-ой-ой-ой Вот это жесть Уже один на один Против старины Фриса Итак Кто кого Кто же круче Оскар Ай-яй-яй Вспалился Меняет девайс Это уже интересно Вот знаешь Это окончательно Может добить команду СК Геймин Но как же Своевременно Фрис меняет оружие Подбирает кольт Падшего тиммейта И Спокойно Разбирается с Оскаром Вновь без Дефьюз китов Но тут уже тайминг Позволяет спокойно Разминировать бомбу Четкое принятие решения От Фриза Поменял девайс И вышел Очень некомфортно То есть даже если бы Перевел прицел Оскар Там ноги То есть нужно еще выше Переводить прицел И Фриз спасает команду От выхода На мап Поинт А силе Он берет тайм-аут Любопытно Так Ну вот постараются Сейчас Понимаешь Тут очень скользкий момент Для СК Гейминг Выжил только Фриз Один девайс Он уже дропнул Точнее он должен Дропнуть кому-то Из тиммейтов Вот собственно Это и происходит И вот Теперь У СК Следующая ситуация В экономике Они закупаются Подчистую Практически под ноль Соответственно Денег На закупку В следующем раунде Не будет И это не сторона атаки У которой есть теки Это сторона защиты У которой есть Будет точнее Полторы тысячи плюс За поражение в раунде И максимум Пайф севен И деглы И какая-то фигня Но отдавать-то Пятнадцатый Тоже не вариант Так что максимум Концентрации Сейчас должны Написать в чат СК И пытаться Бороться за пятнадцатый Короче Супер интересная Зарубка у нас На оверпассе А шеры Несмотря на то Что проиграли И здесь Два пистолетных раунда Ну по-прежнему На плаву По-прежнему Борются за победу Ну все Осталось научиться Пистолетки брать И катать Направо и налево Представьте Просто Если бы ашеры Хотя бы забрали По одной пистолетке На дасте И на оверпассе Здесь уже бы Был счет 2-0 Без вариантов Все-таки Сами себе Придумывают Приключения Хеллрейзерс На табло 14-14 Пауза снимается До каждой Мельчайшей Тонкости СК должны были Обсудить раунд Каждую флешку Каждую позицию И как мы видим Пошли поджимать Собирают инфу СК Комфортный закуп Один фамас У моди Все остальные Закупились На 100% Ашер ждут Вот прям тоже Времени зря не теряли Ждут аркады Аркады Ну не будет Просто АВП Чекает длину Ох Тут даже Опен фраг Даже малейший Стрейф Очень важен Да Тут Каждое Принятое Игроками решение Будет на вес золота Сейчас допускать ошибки Нельзя Ни как СК Гейминг Ни так команде Ховрейзер Кому же достанется 15 И кто же будет Бороться За вторую карту Возможно еще и допы Будут Тут вообще Супер непредсказуемый Оверпасс Туман войны Дорогие друзья Фриз Минута времени Стекла И пока что Никакого экшена На карте Оверпасс Не происходит Ай хорошая Подсадка Ну очень четкая Подсадка Ну действительно Эту позицию Оскар никак не ожидал И СК Гейминг В очередной раз Удивляют Команду Ховрейзер Спалились Вот видно было Что Ашер Хотят давить В итоге Аплэнд Но спалили двоих Да без бомбы Но спалили-то двоих Все еще Есть шансы у Ашер Их четверо В точке А только трое Ангел Ну должен прочекать Зачем палился Пим Чего он стрелять-то начал Флэштика Перепугался Под флэштику Его чекали Значит все хорошо Ашер Ангелов Есть второй минус Мэджикс Боя забирает Уже в большинстве Команды Ховрейзер И здесь Нельзя отдаваться Вот так вот Вышел на АВП Ангел И оставил раунд Три в три При этом в спине Уже бежит Асилион Его тут правда ждет Бондик Вот он А вот он Бондик Который Ну вообще Нифига не ждет Еле-еле Но убил Асилион Что по дымам Ой все хорошо Есть Моук Есть Хаешка Неужели Заметил много соперника Знает что Зера Находится вблизи Бондик потерял бомбу Он должен дефьюзить Только сейчас начинает Там же прострел Зеру Три-две-одна Дефьюз Вот так вот Несмотря на преимущества Раздобытые Ашерами В этом раунде Кирилл Карасев Не сумел найти у себя Педаль-тормоз Пошел дальше Отдался на Фриса Ну а дальше Вы видели все сами Асилион в спине Забирает Бондика Два в три ситуация И СК Гейминг Уже в свою очередь Реализует большинство Ну что же Асилион красавчик В итоге Трипл-кил Отличная позиция Отличная хилпа Для тиммейтов Ашеры конечно В очень некомфортном закупе Но они уже неоднократно Брали эти вот Раунды Которые кажутся Уже ГГ Поэтому нельзя Их списывать со счетов Три тека Два Галила Кстати вот тоже Я не знаю Как так получается у СК Но раз за разом Когда Ашеры Пытаются выбирать Между плантами Будь то база Будь то плант Б СК Гейминг Всегда принимают Втроем минимум Втроем минимум Ну и пока Юра заканчивал предложение А тут ГГ 16-14 Вот так вот В упорной борьбе Все же Хеврейзерс Упускают победу Из своих рук А ведь все было очень близко А вот СК молодцы Тайм-ауты реализуют Максимально жестко Каждый взятый Тайм-аут Командой СК Гейминг Ну переворачивает Ход этого поединка В итоге 2-0 Пока что по картам Напомню здесь серия Бест оф файв И Все может произойти Ашеры могут По-прежнему собраться И взять Три карты Подряд Хотя сейчас Это уже Выглядит Очень даже Фантастически Необходимо Брать сейчас Трик из трех карт Ну и будем надеяться Что сделали выводы Ашер Счета все ближе и ближе Даст 2 16-12 Или в районе того 16-14 Оверпасс И теперь уже На Коблстоуне Пора Наконец-то Взять БК за рога Взять пистолетку Наконец-то Взять пистолетку Будет точно Не лишним Для Ашеров Итак Третья карта Коблстоун Это выбор Команды Хеврайзерс Мы с Федей Уходим на небольшую паузу После этого Вернемся И продолжим Наблюдать Матч Вместе с вами Продолжение следует